здравствуйте уважаемые радиослушатели сангейц радио приветствует вас в нашем неизменно прямом эфире вы сами можете убедиться что он прямой прямой как лезвие меча самурая у нас сегодня очень интересный гость в нашем эфире у нас сегодня инесса алиева предсказательница целитель человек который на ты с магией с белой магией который знает как решить очень многие ваши вопросы и я бы хотел ее вам сегодня в очередной раз представить это не первая наша передача инесса здравствуйте 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 дорогие радиослушатели я хочу напомнить что наша передача называется terra incognita я ведущий владимир гершанов хочу сегодня поговорить вот о чем значит ну естественно тема магия основная тема но магия не простая а магия денег есть вот такое направление в магии которая помогает нам улучшать свои финансы путем тех или иных манипуляций и вот именно про эти манипуляции я бы хотел поговорить с инессой и так инесса еще раз здравствуйте что же такое магия денег расскажите пожалуйста магия денег это само само слово говорит об этом то есть как бы человек магическим путем притягивает к себе деньги или удачу то есть воздействие вот именно магическим путем на финансовое положение и удачу при каких случаях нужны вот эти ритуалы как это вообще работает что это вообще такое расскажите пожалуйста вот магия денег мало ли деньги кровь экономики мы все об этом прекрасно знаем деньги то за что мы покупаем себе комфорт уют и все остальное как же вот быть людям у которых по каким-то причинам не очень хорошо вот с этой субстанции такой нужный для нас для всех значит без этого естественно человек как бы ни говорил он прожить не сможет поэтому люди которые занимаются каким-то или бизнесом или вообще кто желает быть вот именно в достатке в богатстве он естественно хочет чтобы у него всегда был полон кошелек и денег или него там работе делать все было как говорится в богатстве был и в деньгах то есть не не разориться не смог и чтобы у него все было как оно должно быть положено значит очень много существует ритуалов которые действительно они действуют они воздействуют вот именно на именно на деньги на удачу это оно как бы должно вообще вот эти ритуалы они должны проводиться желательно конечно все потяжение вот именно магические воздействия они должны влияет луна очень сильно влияет луна это желательно конечно все вот эти ритуалы делать на желтать на новолуние на растущую луну то есть как на на рост как на на пребывание на рост на новое как говорится такое начало поэтому здесь очень 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 много есть способов очень очень много есть и ритуалов на именно на деньги то есть и на деньги и на богатство и на стабильную хорошую жизнь если даже касаться что касается луны значит даже в старину очень много людей которые хотели жить доставки или те же купцы они просто-напросто видя как бы луну они все старались одноразово показать увидели вот молодец и старались показать денежку то есть они даже произносили такие вот фразы как батюшка млад месяц твой золотой рожочек как говорится видя да дай мне как говорится дорогой дружочек золотой рожочек дай господь тебе золотые рожки а мне там богатство и ищет ну то есть как бы очень сытную жизнь то есть такого вот плана тоже как бы она существовала очень много вариантов тоже мы сейчас как бы очень сильно используют как бы магии денег люди которые занимаются бизнесом которые но у кого-то чахнет бизнес бизнес у кого-то как бы формажурка какая-то и кризисная как бы ситуация поэтому всегда обращаются естественно к мастерам к целителям к дунам к магам не важно короче людям именно связано с эзотерикой чтобы вот именно наладить как бы или бизнес и вот именно поправить как бы проблему кошелька то есть естественно таких еще способов очень-очень много воздействий как опять же то есть влияние именно играют очень большую роль влияния луны потому что все вот эти ритуалы они должны будут сделаны именно на растущую луну если человек должен быть вот именно как бы на богатство если что-то делать то это конкретно делается на новолуни и то есть как бы очень очень то есть это касается как можно сделать и на красную нитку это может может можно сделать и на мед как вот даже старину люди которые ну как бы хотели как бы ребенок только рождался то есть как бы и они обмазывали ребенка медом ну чтобы ребенок был жил в доставке и как бы богатый и при первом купании ложили и золотую и серебряную монету на самом деле это даже сейчас это действует то есть чтобы на будущее у человека вся была как говорится богатая доля а что касается вот именно даже настоящее время да в основном люди обращаются делаем в основном делаем как бы на на нитке на на нитку на красную завязывающих запястья то есть естественно то есть она как играла тоже самое как и защитную роль то есть это ну то есть историю я думаю что мало кто знает вообще этой красной нитки потому что ну после смерти рахии то есть прародительницы получается рода иудеев да ну то есть как бы повязали ее урок получается красно обвини красной ниткой да и потом когда получается уже ну то есть как бы была гробница как бы поревена да значит ее развязали и разрезали и раздали как бы людям то есть как бы как и защиту как в то же время то есть как бы она играла на положительных как бы на защиту защиту от негатива и плюс еще вот именно как она как и давала удачу сама себе как бы вот это и плюс еще она получается как бы от всех негативных вот этих воздействий тоже очень сильно защищала здесь можно как бы на ту же красную нитку можно сделать разные можно и защиты сделать то есть на нее наговаривается все то есть но смотря какая ситуация хотите наговорите вот именно даже при рождении ребенка когда рождается ему ну по старинке в деревнях ему обязательно завязывали вот именно красную нитку мы старались даже как бы 40 дней что только если дом вообще не положено как бы пускать чужого человека до 40 дней при рождении но когда ребёнок рождался завязывали ту красную нитку чтобы до тех момента как она раздерживается эта нитка или ну то есть ее как бы сжевали да ну и опять же эту же красную ниточку наговаривается тоже как и на удачу да опять же существует вот именно то же самое что я говорила вот именно на богатство на хорошую долю на ну именно на марию как говорится на протяжение денег да очень очень большой роль играет тот же мед то есть как бы люди как бы это смешно конечно получается но очень много даже итогов которые молодые девушки как бы хотя бы идти замуж и хотя бы именно чтобы к ним тянулись мужики всегда старались себя обмазывать ну зная как бы это направление обмазывали себя там медом и чтобы они были как говорится окне тянулись то есть как вот как говорят на сладкий мёд ну мухи и пчёлы липнут так чтобы кавалеры там иными словами девушки хотите чтобы вас любили обмажьте сладким мёдом да так же а также это как бы и влияние на на деньги и на богатство это тоже как бы оно действовало это чисто вот именно по народным как бы таким старым как говорится закалкам да очень еще очень очень хорошую роль играет вот именно то есть как бы несмотря тоже пирамидка влияет то же самое как бы и не как бы в кошельке тот же доллар но он с определенным наговором он несет вот именно постоянно как бы прибыль в кошелек то есть кошелек не опустошается постоянно он как бы чем больше ты как говорится даешь кошелька тем он больше больше подтягивает как бы рост денег опять же тоже самое еще очень много интересно как бы по старым поверьям играет роль как бы в народе раньше очень много было тараканов тараканы они имеют как говорится такое вот именно как бы поверье что тараканы приносят удачу на самом деле это так то есть как говорят даже по ситуации ну то есть как бы даже сделавшую именно ритуал 40 смешно конечно что-то и боится очень сильно но на самом деле это так то есть они как бы имея при определенном вот именно как бы еще некоторые вещи прибавляя они несут какую-то определенную такую хорошую информацию на богатство на состояние на деньги как в том анекдоте только живой он должен быть и желательно конечно его поймать этого тараканчика его желательно конечно посетить чтобы он пожил чтобы освоил немножечко да в баночке там то есть его покормить это на самом деле так оно и когда он вот именно как бы пополнится там много-много-много-много как говорится нужно скоро появиться как бы деток значит именно один тараканчик нужно как минимум два ну два да но чтобы они были живы желательно да нежелательно это точно и если даже вот у кого-то просит украсть вот именно тот же даже обмылочек да вот обмылочек мылица маленькая да с той квартиры где человек довольно таки заживочно живет положить ходовую монету на самом деле вот именно человек который он как бы или бедствовал или ну какой-то потерпел крак или еще что ну то есть как бы восстановить вот именно энергетику денег да оно притягивает на самом деле деньги то есть это тоже этот ритуал он делает а вот так вот к тараканам в ванну куда обмылочек положить к тараканам я сейчас скажу нет это тараканчик короче это делается только в четверг так обязательно именно на растущую луну соединяете вместе тараканчика берете монету подождите соединяете вместе чтобы тараканчиками убить только чтобы они подшили то есть положить мешок почек можно еще и возле дома закрывать возле дома это на самом деле смешно но это очень-очень действенно это правда защита животных в америке порвало бы вообще за такой ритуал это не гуманное отношение к тараканам ну я утрирую тараканы не вошли в защиту нет окей так ну привязать тараканчика к мыльцу у меня была интересная ситуация очень мне бразильского привезли таракана это было вообще эта кухма была ходячая они же еще имел свойство летать да и так мы по всему офису искали этого тараканчика а он там не ассимилировался с белорусскими тараканчиками нет 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 ну и короче этот обряд на самом деле он действенный его как бы закапывают и ну и говорят вот как даже вот почему иногда даже вот увидите таракан если даже соседи где-то убежал вот у людей да ну то есть как бы обычно это тараканчики водятся они в основном в щепитах и у людей которые пьющи как бы так и ведут как бы ненормальный образ жизни поэтому ну то есть как правильно и говорят даже так как у худой хозяйки много таракан так чтобы было водилось много денег и удачи угу а потом говорят что сколь быстро мыло измыли столь быстро бы измылись там неудачи и как бы невезения ну и все то есть как говорится вот определенный ключ такой там заговор на удачу и везение взрываются розы земли засыпали ну то есть термин это тоже очень сильно на самом деле еще самый-самый легкий вот именно как бы скажу пример который он очень ну то есть как бы работает на самом деле берется короче со свечки как бы достаешь фитиль и его одновременно вместе зажигаешь и когда вот именно этот фитиль зажигаешь то есть как бы на этот фитиль говоришь ну то есть как бы огонь и вечня а дух мой отмечен там к примеру там волоком и серебром и всяким добром ну то что человек хочет но это как бы я это как бы чисто так в обиходике таком если сильно-сильно-сильно человеку хочется как говорится быстро разворотить не имея денег не попавших в мастеру ну а так вообще большую часть конечно лучше обращаться конечно к специалистам чтобы действительно то есть как бы профессионально человек сделал сделал тоже защиту тоже сделал вот именно как бы направил конкретно человека или в бизнесе или так отправил чуть-чуть его судьбу ну естественно это как говорится дело мастера я понял инесса я хочу сказать что у нас проходит наша абсолютная прямая трансляция с радиостанции sun gates and gates radio in chicago мы находимся в стольном городе chicago в большом-большом красивом офисе и вещаем для вас уважаемые друзья специально на русском языке на чистом русском языке из chicago а вот наша замечательная ворожея она у нас находится в городе минске в таком замечательном месте такая столица белоруссии вот и оттуда мы ведем прямой абсолютно skype-репортаж сейчас собственно говоря и вот мы рассказываем вам дорогие друзья про денежку а если у вас есть какие то вопросы задавайте их пожалуйста по телефону 847-226-9956 еще раз 847-226-9956 звоните пожалуйста или пишите смс или вы можете нам в фейсбуке писать вопросы а мы на них будем отвечать и вот я уже вижу вопрос от евлампии рыбиной из города самара она спрашивает уважаемая инесса вот если я нашла деньги можно ли их поднимать и какой стороной и расскажите вот про этот аспект про нахождение денег значит что хочу вообще посоветовать желательно конечно этот этот момент как бы исключить то есть если они естественно лежат лучше их не поднимать почему потому что на деньги делается откуп люди откупаются от проблем от несчастья от всего плохого негативного то есть как бы избавляется чисто именно от проблем поэтому то что вы увидели это не ваше и то же самое это касается тех же вообще там неважно золотых изделий и еще что то ну то есть людей которые потерявших потому что некоторые действительно они теряют но некоторые как бы оно само теряется но это должен человек как у человека идет откуп поэтому стараться конечно ну нежелательно брать эти монеты пусть они как говорится уйдут в землю то есть лучше не поднимать никаких денег с пола то есть нет обычно такие вещи делаются в основном на перекрестках но все равно люди очень много я вам хочу сказать в мусульманских странах это очень развито на самом деле да у человека когда идут на его плечах беды несчастья да и они стараются вот именно как бы откупиться деньгами то есть они наговаривают на себя себя как говорится забывают вот именно полностью ну как бы по часовой стрелке вот именно по голове и выбрасывают через первое плечо то есть этим откупается от болезней от проблем от несчастья но как бы в россии как бы это ну люди про это не знают но это на самом деле так лучше стараться эти деньги не принимать потому что да на эти денежки могут сделать порчу или скинуть всю отрицательную энергетику и оставить их для того кто поднимет правильно я понимаю кто поднимет да у меня была женщина я вам приведу пример даже в принципе это немножечко оно не связано с этим как бы на улице выброшенной но купила женщина кстати в Америке в Нью-Йорке купила там сэкокэнди где она там купила дешевую короче себе какую-то шубенку то есть ну какая-то шубенка была да и там получается в этой шубенке было целый вот такой вот вот это золото она говорит приезжает сюда она нам привозит это золото говорит вы понимаете что мне делать и у меня после этого я купила как себе вот эту вот именно шубу у меня повалилась кучи неприятности то есть там смерти появились там потом получается болезни появились ну то есть человек действительно получил вот с этим хапом золота проблему да а это получилось так потом мы сделали раскатку посмотрела кто тот кто эту получается шубу отдал да он отдал вот именно чисто как раз комиссиону и отдал вот именно ну положил туда вот спрятал то есть это золото было откупное он специально это сделал да и все этот человек конкретно то есть это все принял полностью тот откупился это принял понятно то есть никогда нельзя нежелательно нежелательно точнее поднимать денежки какие-то с пола да но если колечко поднял какое-то сережечка колечко то можно наверное какой-то ритуал очищения можно можно желательно это сделать возможно такое набрать святой воды или на заутреннее как говорится набрать тоже водички и пусть она как бы сутки просто святой водички или просто читать молитвы тоже но можно еще в церковь сносить или но это всегда как делается я думаю что человек я думаю что это тоже догадается любой человек который догадается итак инесса огромное вам спасибо за сегодняшнюю передачу очень интересно вы все это дело рассказали мы обязательно еще вернемся и к этой теме и к разным другим темам в следующие передачи в такое же время в этот же день на следующей неделе с вами была радиостанция сангейтс ведущий владимир гершанов и наша замечательная вражая замечательный наш целитель и маг экстрасенс представьте пожалуйста инесса алиева инесса огромное вам спасибо за ваше интересное интервью встретимся с вами через неделю в это же время благодарю всего доброго взаимно спасибо до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok